История НЭПа, ВКПБ, церковно-государственные отношения, коллективизация, биография политиков, ученых и поэтов. Студенты Саровского фестиха провели сложную исследовательскую работу, прежде чем представили свои доклады на конференции по истории. Тем их сообщений затрагивали Октябрьскую революцию и то, как эти события сказались на стране и людях. Изучаем то, что произошло с нашей страной в 20 веке после этой революции. И сегодня очень много докладов о том, что происходило в стране, в экономике, в обществе, в политике. Несколько докладов посвящены русской эмиграции. Конференция по истории проводится в ВУЗе уже в 11-й раз. В этом году студенты провели кропотливую работу по изучению событий, которые произошли в России более 100 лет назад. Традиционно в ней принимают участие только первокурсники. Они сначала как-то не очень понимают, видимо, что хочется. Они привыкли к истории, может быть, какой-то другой, скучной. Но потом им нравится, они втягиваются, им очень нравится соревноваться. И они потом пишут отзывы об этой конференции, пишут в отзывах, что так изучать историю гораздо интереснее. Конференция началась с видеообращения клирика Кафедрального собора Лондона. Протеерей Максим Никольский давно сотрудничает с кафедрой теологии Саровского института. В этот раз он помогал студенткам Екатерине Наумовой и Виктории Сарычевой в работе над докладом. Он очень интересный как личность, очень много знает, очень нам помог с вопросами, которые у нас возникли в процессе создания доклада. Ответил на них, помог нам дополнить нашу информацию и много рассказал, что интересного. Екатерина и Виктория занимались исследованием биографии митрополита Антония Сурожского, который большую часть жизни провел в Англии. За годы служения его трудами из единственного небольшого русского прихода в Лондоне образовалась целая епархия. Сам митрополит Антоний очень удивительный человек. Он обладал даром слова, который побуждал человека, и поэтому он многих людей привел к вере. Всего за два дня конференции выступили 130 студентов. Их доклады оценивали член жюри, в состав которого традиционно входят сотрудники музеев, преподавателей СРФТИ и московских вузов.